Как в Окинаве? Ну, хорошо Уже месяц я нахожусь на Окинаве и до сих пор я не определился с выбором машины Снаружи он даже вполне прилично выглядит Настас За эти деньги очень неплохо смотрятся Вставочки Типа хуже Состояние Стаканчики всякие Прошло уже две недели с тех пор как я на аукционе заказал себе машину Я себе заказал Toyota Vanguard Это паркетник Вроде бы не такая уж это редкая машина Но занимает конечно довольно много времени Чтобы ее найти За ту цену за которую я ее хотел купить А я ее хотел купить в пределах миллиона йен С того момента как машину я куплю Три недели пройдет до того как я смогу на ней ездить Поэтому хочется конечно поскорее решить уже этот вопрос С машиной Решил я еще немножко тоже походить по парковочкам Посмотреть что есть за машины А на чем можно поездить Хочется что-то такое более просторное Вообще на парковках никого нет Все машины открыты То есть ну конечно открытые машины это в Японии обычная тема Но здесь даже есть ключи Здесь лежит комплект ключей От нее Вот То есть в принципе ее даже можно завести Если паркетник не получится взять Буду брать наверное тогда универсал Toyota Fielder Который раньше я вообще не рассматривал К покупке Потому что вроде как ну Какое-то мне название просто не нравилось Как оно называется Филдер Как-то по-дебильному Дилер Toyota Поэтому они здесь дают Два года гарантии Цена еще включает в себя и техосмотр На два года По 2 миллиона практически привелся Здесь пробег вон 50 тысяч Неплохо Руль конечно истертый Кто-то его очень сильно тер Состояние крутое Конечно не знаю Может быть Прилос возьму Завелась смотри гибрид завелся Что его не слышно вообще О! Большинство автомобилей Поддержанных Которые продаются на Окинави Они как правило Были привезены С основной Японии То есть они Не имеют пробега По самой Окинаю Так как на Окинаю Условия Немного более жесткие Чем допустим В том же Токио Взнашиваются машины Вроде как быстрее Атлет С Из Токио приехал 3 миллиона Причем версия предыдущая Прошел 56 тысяч Трехлетний Стоят какие-то замки Непонятные Не знаю что они Какую функцию они выполняют Пахнет конечно По другому сразу Краун Раньше считал что это Машина для пенсионеров Для тех кто готовится К выходу на пенсию Но сейчас я Немного переосмыслил Уже В свои взгляды Может быть я бы и сам От крауна не отказался На сиденье уже кто-то Что-то развил Давайте его заведем Смотри он не позволяет Завести машину Пока дверь открыта Офигенный Но конечно машина тоже наверное не для Окинавы Мога Мога Три миллиона 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 Вот так. Да. Вы все используете это? Вы используете это? Ну, это картофель. А, картофель. А, картофель. Да, картофель. Это трудно. Но, это вкусно. План у меня есть. План у меня есть. План у меня есть. Я буду продавать продукты, чтобы вы продали продукты. Я буду продавать продукты. Что ты продаешь? А, что ты продаешь? Месили. Месили. Заказал себе тоже браслет. Именной, с названием канала. Буду посещать различные такие подобные места. И больше вам их показывать. Камера страп. А, камера страпа. Камера好き. Сейчас. Да. Столкнулся. Звучит музыка. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Учитывая то, что она стоила всего лишь 1000 йен в день. Когда ты включаешь кондиционер, такое ощущение, что мощность автомобиля убавляется где-то раза в два. То есть он практически вообще перестает ехать. Жмешь на газ и как-то особо он даже не поддается. А если, допустим, еще нагрузить людей на заднее сидение, тогда я даже вообще не знаю, как он поедет. Проездил я на нем за месяц где-то 1500 километров всего лишь, не так же много. Почему ты любишь Америка? Америка или я в нем? Америка-потерсия не очень. Ничто холодно. Ничто не холодная. Почему ты любишь Америка-то и Непонечно? Расебел, что ли? а а а мы идем в америки на гега ганга ганга наверное, и разница. Например, где-то в доме. Америка не так, что я не знаю. Такая нечащие. Я не знаю, что я не знаю. Я не знаю. А у меня нет. Я не знаю, что я не знаю. Но у меня нет. Все, я не знаю. Много. Это не знаю. Это не так. А ты рост, Великой, я не знаю. Ростов, выродку шоу. Когда я встала, я оставлю. Прибыл сегодня на самый большой фестиваль Лодок 45 по счету Довольно крупный фестиваль на Окинаве пишите. Субтитры делал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Куа-но-ми! 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 1 ка 100 енде! Это что? Куа-но-ми! Это хорошо? 100 енде! 100 енде! Нет! 10 ка 100 енде! 4 ка 30 енде, 1 ка 1 енде, 5 ка 100 енде, 3 ка 10 енде, 2 ка 4 ен. Что-то что-то купил, 500 енде. 7 ... 8 ... А! Куа-но-ми! Ха-но-ми! Куа-но-ми! Какие-то? Волоси-но-ми! Волоси-но-ми! я не купил за 500 иен не знаю что это какая-то земляника ребят спасибо за просмотр если вам не терпится поскорее узнать какую я купил себе машину подписывайтесь обязательно на мой instagram по ссылке в описании естественно более полный обзор будет в одном из следующих видео также сегодня в дня я читаю все комментарии лайку самые интересные поэтому обязательно пишите ваше мнение а мы увидимся следующих видео сам был сергей кваев у